Привет всем! Книги творят чудеса. Логотип – это лицо турнира. С получением права принять чемпионат мира по футболу исполнилась мечта миллионов россиян. В нашем стремлении найти художественное воплощение этого уникального исторического события мы черпали вдохновение в богатейшей традиции и достижении российского искусства и науки. «Уверен, что болельщики во всем мире оценят и полюбят эмблему чемпионата мира 2018», – сказал председатель Оргкомитета России 2018 Виталий Мутко. «Я мало верю в это, господин министр. Как говорил ранее в одном видео работнику Организационного комитета чемпионата мира 2018 года, будем удивлять мир. Так и говорю сейчас, пора продолжать. Это видео предназначается для министра спорта России Виталия Мутко, генеральному директору Организационного комитета чемпионата мира 2018 года по футболу в России Алексею Сорокину с переводом на разные языки для средств массовой информации и многих людей разных стран мира. «Господа руководители, в первую очередь хочу поздравить вас с провальным началом жизни эмблемы чемпионата мира 2018 года. Мир интернета пестрит многочисленными корректурами. Многие дизайнеры, простые люди, видные деятели с неприятием восприняли то, что вы представили миру. И так будет происходить, пока вы не прислушиваетесь к моим словам. Расскажу все по порядку. С момента презентации эмблемы я слежу за всем происходящим вокруг нее. Однажды нахожу в сообщении та статью, в которой говорится о 65% россиян, которая им понравилась. Я решил проверить эту информацию. Устроил опрос. Цитирую его. Опрос, мое мнение. 10 человек выбрали эмблему чемпионата мира по футболу 2018 года. Оргкомитет России 2018 совместно в ЦИОМ провел социологический опрос в 130 населенных пунктах России. В нем приняли участие 1600 россиян, чтобы узнать, что жители страны думают о новом символе турнира. 1600 человек представили более 140 миллионное сообщество россиян. Выводы делайте сами. Москва. 27 ноября. ТАСС. Свыше половины жителей России, 65%, положительно оценили официальную эмблему домашнего чемпионата мира 2018 года по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Оргкомитета чемпионата 2018. Министерство спорта России и Организационный комитет чемпионата мира 2018 года не дали права выбора эмблемы миллионам людей. Наверное, многим пользователям сайта Одноклассники будет интересно принять участие в данном опросе. Он будет размещен во многих группах городов России, областей и так далее. В группах любителей футбола и спорта, в группах различных стран, а также в группах, которые имеют разные направления. По его окончании будут опубликованы результаты. Итак, вопрос. Моя оценка логотипу 2018 года. И варианты ответов. 5. Она соответствует духу футбола и России. 4. Достаточно убедительная. 3. Слабая работа, без пояснений трудно ее понять. 2. Не соответствует духу футбола и России. 1. Очень плохая работа португальского агентства. Люди восприняли его и начали голосовать. Успевая смотреть на результаты голосования, я поместил опрос в более 150 группах. Его результаты были абсолютно противоположные публикации ТАСС. Этого доказать я не могу, так как однажды обнаружил, что мой опрос неведомой силой удален из всех групп. Даже из тех, в которых только я имею право удалять темы. Вот снимок, который я успел сделать в одной из групп. Его результаты. 5. Она соответствует духу футбола и России. 0 голосов. 4. Достаточно убедительная. 1 голос. 3. Слабая работа без пояснений, трудно ее понять. 16 голосов. 2. Не соответствует духу футбола и России. 3 голоса. 1. Очень плохая работа португальского агентства. 9 голосов. Примерная картина была во всех группах. Немного расстроенный, я решил устроить поединок в футбольной группе. Между огненным кубком в незаконченном виде и эмблемой чемпионата мира 2018 года. Фото его результатов у меня в руках и счет оказался 123 в пользу огненного кубка. Я могу потом предоставить фотографии, которые будут видны на компьютере и на них качество будет чуть-чуть видно лучше. Дальше. 3. Перевзойти в 4 раза, наверное, это убедительно. Пусть это виртуальное голосование, но им я доверяю больше, чем сообщениям ТАСС. Правду сказать, в будущем через интернет будут проходить выборы на самых высших уровнях. А с помощью СМС голосований уже давно определяют победителей. Вам, господин министр, Евгений Дирак, директор, я высылал эти снимки через администрацию президента. Теперь предложу материал, который должен вызвать интерес. Воплощение темы звезд, космоса, мечтаний, жеста победителей, держащих руки над головой, новых открытий, взгляда в мир чемпионата мира 2018 года. Волшебного меча взлета была первой предоставлена, опубликована и приурочена к чемпионату мира 2018 года в книге «Непокоренные высотой» в апреле 2013 апреля. Чуть ранее в сети интернета была размещена фотография огненного кубка. Эмблема чемпионата мира 2018 года и ее текстовое сопровождение было показано миру в октябре 2014 года. Это более полутора лет после выхода в свет вышеуказанной книги и огненного кубка. В апреле 2014 года книга «Рисунок огненного кубка», который был представлен как одна из конкурсных работ, и открытое письмо оказываются в Организационном комитете чемпионата мира 2018 года по футболу в России. Это уведомление об их доставке. Письмо из комитета по делам спорта Казахстана доказывает правдивость моих слов. Получается, что за полгода до презентации эмблемы чемпионата мира 2018 года представители Оргкомитета увидели книгу «Огненный кубок» и текст открытого письма, которое я размещал в интернете. Представив всему миру эмблему чемпионата мира 2018 года, я увидел, что она во многом схожа с идейным сюжетом, темой, фрагментами и художественным замыслом с рисунка обложки книги, ее текстового варианта и огненного кубка. Предложу для сравнения художественное и текстовое описание эмблемы чемпионата мира 2018 года и художественные варианты книги. Элемент взлет. Вот он показан. В официальном твиттер сборной России по футболу появился твит с последним пояснением смысла эмблемы чемпионата мира 2018 года. Там сказано, также на эмблеме присутствует элемент взлет, но его смысл составители инфографики не объяснили. Вы представляете, считая это беспардонным отношением к логотипу, любая работа должна иметь смысл. На опубликованном в интернете снимке ранее говорилось. Взлет. Динамичный след ракеты, которая отрывается от Земли, становится метафорой ожидания яркого турнира. В моем воображении и ассоциациях, как, наверное, и многих людей, этот фрагмент выражает огонь из сопла космического корабля, вершиной которого было обозначение языков пламени, которые присутствуют на рисунке эмблемы огненного кубка. Но, как видно, в окончательном виде это утверждение отсутствует. В книге на сотой странице упоминается о взлете 1961 года. Также рассказывается о фантастическом взлете человечества и взлете 18 октября 1989 года, о котором будет знать весь мир. В открытом письме к руководству Министерства спорта России и Организационному комитету было описание с характеристикой огненного кубка. В нем говорилось «Все наши взлеты и победы». Элемент – ликование. Жест, которым победители поднимают в заветный кубок. Как вы видите на обложке книги и рисунке эмблемы, имеется обозначение того, что представило Министерство спорта и Оргкомитет Чемпионата мира 2018 года. Это выглядит без лишних описаний и понятно. Еще ни на одной эмблеме всех чемпионатов мира этот жест не был применен. И первым был показан миру на работе огненного кубка, представленного Оргкомитету. На них явно выражено, что руки держат не кубок мира. Они держат нечто другое в виде, отображающем кубок мира. Все, как требовали стандарты FIFA для будущей эмблемы. Тот же самый смысл повторило изображение на эмблеме и текстовое сопровождение ее фрагмента. Цитирую. Плагиат – это умышленное присвоение авторства чужого произведения искусства или достижения науки, технических решений или изобретений. Плагиат выражается в публикации под своим именем чужого произведения, а также в заимствовании фрагментов чужих произведений без указания источника заимствования. Элемент «Звездные иллюминаторы». Три окна иллюминаторов символизируют новые открытия и приглашают заглянуть в мир Чемпионата мира 2018 года. В книге присутствуют новые открытия и возможные достижения человечества в будущем. На 172-й странице читатели смогли заглянуть и узнать об одном из главных событий Чемпионата мира 2018 года, которое озвучит Йозеф Блаттер, президент FIFA, на церемонии представления эмблемы. Цитирую. «В последнее время появились новые, невиданные ранее формы, заимствование идей и оформление произведений, в отношении которых нет окончательно установлено представления о наличии плагиата. Одной из такой форм является заимствование сюжета или вселенной из компьютерных или настольных игр. Процесс по делу обложки книги Огненного кубка и эмблемы Чемпионата мира 2018 года вполне может быть прецедентом в истории и очень перспективным. Звездный фон обложки книги говорит о теме космоса. Звездный фон. Так. Тема космоса стоит в книге на одной из ведущих позиций. Это говорят создатели эмблемы. Цитирую. 18 ноября 2005 года Бельгийский суд постановил, что основная тема одной песни Мадонны была украдена из песни, сочиненной Сарваторе Аковивой. Элемент. Волшебный мяч. Главный герой турнира. Дизайн мяча отдает дань первому российскому спутнику. Для справки. По общему мировому мнению, первый спутник был запущен страной СССР. Это выглядит как факт, искажающий историческую действительность. Хотя поначалу было написано верно. Первому спутнику Земли. Вот здесь. В футбольной группе люди также поддержали устроенный мной опрос. Вот его вопрос и результаты. Как вы думаете, Министерство спорта России и Оргкомитет искажают историю? Ответ «Да» 39, ответ «Нет» 4. Без специальной картинки и пояснения невозможно увидеть и даже вообразить мяч. Да и вообще невозможно увидеть в эмблеме Чемпионата мира 2018 года присутствие духа футбола. Футбол удален настолько, что даже трудно представить. С таким же успехом можно нарисовать море и говорить всем, что оно символизирует сушу, небо, космос и так до бесконечности. Волшебный мяч. Именно в книге на ее обложке на фоне цифр 2018 зеленого футбольного газона и эмблеме Огненного кубка расположен футбольный мяч. Его волшебные свойства были опубликованы на 87-й странице. Для справки. Их легко можно применить в реальной жизни. Министерство спорта России и Организационный комитет Чемпионата мира не захотели этого. Книга и конкурсная работа Огненного кубка были в Оргкомитете за полгода до показа эмблемы Чемпионата мира 2018 года. В связи с этим первенство слов «Волшебный мяч» по праву принадлежит Огненному кубку. Задам вопрос к португальской брендинговой компании, министру спорта России и генеральному директору Оргкомитета Чемпионата мира. Объясните суть вашего волшебного мяча. Только не путайте его со словом «символизирует». Это разные вещи. Или это было сказано для игры слов. Ранее говорилось «волшебный шар». Виталий Мутко, председатель Оргкомитета России 2018, заявил, «Волшебный шар» наверху эмблемы по замыслу создателей символизирует всеобщую любовь к футболу. Как видите, в окончательном виде эмблемы этого нет. И слова «волшебный шар» также отсутствует. Налицо очевидная путаница, несогласованность многих действующих лиц, или просто говоря, бардак. Звезда. Мечта человечества. Фигура символизирует энергию футболистов и радость болельщиков, стремление воплощать мечты. В FIFA уточнили, что добавить человеческие фигуры было оригинальной идеей брендия «Централь». Это решение позволило придать динамике эмблеме. Также там визуально выражены такие идеи, как мечта о путешествиях в космосе, завоевание футбольной славы и объединение всего мира вокруг футбольного чемпионата, сказали в пресс-службе FIFA. Это все соответствует обложке книги, тексту и сюжету, которая первая рассказала об этом миру. В своем открытом письме я упомянул к эмблеме огненного кубка слово «энергия». Повторю, в ней уже заложена энергия победа и сила мужества. Наверное, самая главная мечта людей – это мир. Главный упор книги – это мир на земле, о чем и говорится в краткой аннотации в начале романа и на других страницах, которые пропагандируют мир, добро и справедливость. Присутствуют и мечтания, которые уже воплотились в реальность. Это засвидетельствовала 223-я страница, которая рассказала о предстоящей командной победе России в Сочи. На 17-й странице Виктору Гусеву рассказывается о будущей победе России в праве проведения игр чемпионата мира 2018 года. Ряд других страниц книги рассказали о других свершившихся событиях. Я не просто так говорю. Это все подтверждено независимыми источниками. Элемент – яркие звезды, создающие сияние и атмосферу праздника на чемпионате. Повторюсь, звезды были первыми представлены миру к чемпионату на обложке книги. Цитирую, в юридической практике есть и такое понятие, как непреднамеренный подсознательный плагиат. В таком плагиате был признан виновным Джордж Харрисон, который случайно использовал в одной песне мелодию, совпадающую с песней одной группы. Звезды, все верно, их 57 по числу погибших авиаторов и товарищей. И они, герои, создают сияние и атмосферу праздника в этой книге, посвященной чемпионату мира 2018 года. На 18-й странице написано следующее. Пусть ребята участвуют и рассказывают об этой футбольной истории всему миру. Их нет с нами, но пусть через книгу они примут участие в наших делах, нас живых. Не правда ли много всего? Могу заверить, это не предел, что представит книга. Как бы глупо, смешно, невероятно это не выглядело, а эмблема огненного кубка будет признана логотипом чемпионата мира 2018 года. Не поколебимые желания и вера в победу помогут мне в этом. Это будет работать не в пользу Министерства спорта России и Организационного комитета чемпионата мира 2018 года по футболу. Не в пользу вас, господин Мутко и Сорокин. Вы хотите этого, хотя выход у вас есть и все зависит от вас. Вот что скажет креативный директор португальского бренд-агентства Мигель Виана. Мы хотели показать всю магию России, удивительное разнообразие, смешание культур и традиций. И, конечно, нас вдохновляла ваша сила духа. Россия верит в мечты и преодолевает все трудности и делает невозможное ради победы. Взведенный до определенного предела, я необычным образом пишу слова припева к песке, опубликованной в этой книге. Огненный кубок, подобно восходу светила, всемирный поднимает душевный настрой. Огненный кубок с надеждой и верой в мечту, болельщиков и команды поведет за собой. Огненный кубок в горящем азарте борьбы и с новым дыханием успехов удивлять будет мир. Огненный кубок с волшебной силой великого мага осветит этот звездный турнир. Я так и не смог написать перепев к изданию книги. Спасибо вам, господа, Диана, Мутко и Сорокин. Ваши действия и бездействия меня вдохновили, а также серьезно нарушили процесс работы с новой версией книги. Думаю, ответ Огненного кубка звучит убедительно. Интересно, а сможет ли эмблема Чемпионата мира 2018 года достойно ответить эмблеме Огненного кубка? Цитирую. Логотип Чемпионата мира 2018 года начали разрабатывать еще в 2013 году. Процедура по регистрации в Книжной палате Республики Казахстан и присвоению ИСБН была завершена в апреле 2012 года. Это документ с указанием даты регистрации. Из этого следует, что все изложенное родилось гораздо ранее начало работы с эмблемой 2018 года. Эмблема Чемпионата мира 2018 года. Она начала свою жизнь со свистывания. В окончательном виде нет пояснений к синему и золотистому цветах. На обложке книги каждый цвет имеет свое предназначение. Создается такое впечатление, что нет никакой ответственности и нет человека, который бы отвечал за свою работу. Полный хаос вокруг эмблемы Чемпионата мира 2018 года. Складывается такое впечатление, что все решения и смысловые описания эмблемы Чемпионата мира 2018 года принимались спонтанно, на ходу, каждый раз в новом виде и в последний момент. Я писал вам. При совместной работе получился бы отличный логотип. Многие видные российские деятели и простые граждане увидели в эмблеме 2018 года инопланетянина, бритву, сперматозоид, галлюциногенный мухомор и так далее. Когда я смотрю на нее, то вижу печальные глаза непонятного существа, в которых нет искры жизни, символа страны и футбола. Существа, которое оказалось не в том месте и не в тот час. Неужели люди искусства, которые работали над эмблемой и у которых должно быть развито профессиональное и интуитивное чутье, абстрактное видение и элементарное воображение, не видели, что они создали? Как видите, все рисунки элементов и их текстовое сопровождение, а значит эмблема в целом прямым образом совпадают и повторяют идейный сюжет рисунка обложки текст и тему книги «Непокоренные высотой» и работу Огненного кубка. Приведенные примеры из мировой судебной практики доказывают верность всего вышесказанного. Из этого следует, что некоторые рисунки узоров и плакатов городов-организаторов, на которых изображена эмблема и ее фрагменты, попадают в очень неприятную ситуацию. В связи с этим в ближайшем будущем все планируемые коммерческие действия и сделки, связанные с вашей эмблемой, будут под большим вопросом. Что с этим делать, я думаю. Продолжаю. Чем дальше в лес, тем больше дров. Мои видеорепортажи, публикации, открытые письма, опросы и многое другое, для некоторых это было дико и непонятно, некоторым безразлично и завистливо. Были и те, кто смеялся. На десятки тысяч людей поддержали работу Огненного кубка. Это позволяет мне сказать, Огненный кубок не проиграл. О нем более необыкновенно написано в новой версии книги. Он останется в памяти многих из вас. Его история жизни будет намного ярче, наверное. Любой символики Олимпийских игр, чемпионатов мира и многих других соревнований – это теперь моя зона ответственности перед всеми, кто поддерживал. Его триумф неизбежен. Так будет. Перехожу к главному. Сведя на многих сайдах за ходом подготовки к чемпионату мира 2018 года, ничего удивительного не наблюдают. Удивлять обещали в Цюрихе в 2010 году представители Оргкомитета. Пожалуй, вы удивили своей зомбированной эмблемой. По-настоящему удивляет Огненный кубок и книга. В реальности идет стандартная, планомерная и тщательная подготовка. А меня одолевает жажда того, чтобы чемпионат мира 2018 года запомнился на многие десятилетия и был лучшим и удивительным. Что в этом плохого? Я хочу, чтобы Россия и ее люди превзошли все чемпионаты мира, их болельщиков и многое другое. Что для этого нужно? Идеи. Новизна и модернизированные предложения, которые у меня есть, начиная от президента России и для каждого гражданина великой страны. Чтобы руководство FIFA, сотни миллионов болельщиков в мире удивлялись и были довольны чемпионатом мира 2018 года и ее людям. Что в этом плохого? Целый год я пишу господам Мутко и Сорокину с целью привлечь их внимание, чтобы объединить усилия и притворить в жизнь все, что сказано ранее, в ответ гробовое молчание. Только администрация президента России информирует о пересылке сообщений. А ведь всеми моими предложениями, когда я их озвучу, воспользуются представители других стран. Я, в особенности, будущий президент США и Организационный комитет чемпионата мира по футболу, который эта страна проведет в будущем, и американская нация в очередной раз с гордостью заявит, что они лучшего. Вы этого добиваетесь, господа руководители. Одна тысяча первым подтверждением верности моего пути приведу следующее. После выхода в свет книги я не прекращал работы. С февраля 2014 года по май месяц я описал расписание игр чемпионата мира 2018 года, сроки их начала и завершения, а также как должен пройти чемпионат мира 2018 года, чтобы он был удивительным и запоминающимся. Они не совпадали со сроками, по которым планировалось первоначальное проведение игр турнира. В декабре 2014 года FIFA утвердила сроки проведения игр чемпионата мира 2018 года по датам, которые были указаны в черновиках второй версии книги. За полгода до решения FIFA. У меня имеются материалы, по которым я смогу доказать в случае надобности все вышесказанное. Для господ Мутко и Сорокина Хиллари Клинтон сказала. Нельзя допустить развития России, а значит и ее славы, некоторые элементы которой я пытаюсь донести до вас уже год. С презентацией эмблемы негативная энергетика окутывает будущий чемпионат мира. На примере огненного кубка и книги в последующих ваших действиях будут происходить похожие вещи. Не хотите слушать меня? Тогда цитирую слова президента России. Все полезные наработки, идеи, лучшие практики нужно в полной мере использовать в ходе подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. И конечно важно контролировать все этапы подготовительной работы, подчеркнул на презентации эмблемы Владимир Путин. Думаю, что президенту России будет неприятно, когда его пожелания вами игнорируются и не принимаются всерьез мои предложения. К сожалению, на моем примере люди во многих странах мира становятся свидетелями вашего нежелания работать во славу России, вашего нежелания выполнять пожелания президента России, которые вы превращаете в пустой звон. Рано или поздно он это узнает. Вам подобные предложения поступают тысячами? Если нет, то пора задуматься и предпринять какие-то действия. Один вопрос, господа Мутко и Сорокин. В конверте, который я высылал, был экземпляр книги для президента России. Мне интересно узнать ее судьбу. Или картина повторяется, как в одной сказке, и глава государства узнает о всем последнем. Прежде как сделать это видео, его сценарий и этот текст почти полный, я высылал в Министерство спорта России. Это было сделано в надежде, что общий язык будет найден. И произошло чудо. Мне ответили. 13 марта 2015 года я получил результаты социологического опроса. В нем говорилось о том, что было сказано в самом начале видео. Также говорилось о синим, красном и золотом цветах, используемых на эмбреме Чемпионата мира 2018 года. По письму от руководителей Министерства спорта России и Организационного комитета Чемпионата мира 2018 года, они ассоциируются с историей России. Господа руководители, почему этого нет ни в одном описании эмблемы 2018 года. Это в очередной раз подтверждает о плохом подходе к делу. На обложке книги на цифрах 2018 изображены три цвета, что они обозначают, понятно, каждому россиянину без всяких ассоциаций. Золотой цвет на обложке книги должен понять каждый здравомыслящий человек на Земле. Вижу, что мое пожелание просмотреть и понять художественный фильм «Жанна Д'Арк» не пошло на пользу. Тогда советую посмотреть документальный фильм «Русский стелс». Я уже не знаю, что думать. Может быть, пора обратиться в антикоррупционный отдел при администрации президента России по вопросу вашего нежелания работать в деле продвижения имиджа России в мире. Господа руководители, вы взрослые люди и занимаете высокие посты. Неужели вы не видели в сообщении мой намек на возможный плагиат, мои вопросы и предложения? Получается, как в поговорке. Я вам про Фому, а вы мне про Ирёму. Очень жаль, если бы вы прислушивались ко мне ранее, то сказка была бы совсем другой. Господин Мутко, вы как-то упомянули к России слово об ее уникальности. В моем арсенале идей к Чемпионату мира имеется решение в реализации этого слова на деле. Далее люди сами сделают выводы и будут свидетелями хода событий. Слепой не увидит, глухой не услышит. Мои предложения еще в силе. Только время работает уже против вас. В заключение хочу предложить руководителям ликероводочных винных производителей. Пивным компаниям, безалкогольным производителям, многим другим компаниям, занятых в различных сферах производства и услуг, принять к рассмотрению мое предложение в использовании огненного кубка, как одного из брендов вашей продукции и услуг к Чемпионату мира 2018 года. Его окончательный вид я представлю позже. У меня имеются наработки в борьбе с конкурирующими компаниями, которые будут привлекать внимание потенциальных покупателей в вашей продукции и услуг. Посткриптум. У меня в руках диски. В них содержатся черновики книги «Непокоренные высотой 2». Также на дисках находится описание рисунка плаката, который позже представлю всем как конкурсную работу к Чемпионату мира 2018 года. Он будет нравиться многим, но его снова проигнорируют. Это все я сделал, чтобы не быть голословным. Скажу конкретно. В них написано, что должны сделать болельщики команды России, Министерство спорта России и Организационный комитет Чемпионата мира 2018 года, президент России и сборная команды России по футболу, чтобы Чемпионат мира по футболу в России был один из самых удивительных спортивных мероприятий в истории всего мирового спорта, Олимпийских игр, Чемпионата мира и так далее. Даты размещения данного видео и другие материалы будут служить доказательством первенства всего вышесказанного. Это все я сделал давно, на случай хакерских атак и проникновления в мой компьютер. Настанет час и вы обо всем узнаете. До встречи всем на презентации работы плаката Чемпионата мира 2018 года, которую я планирую провести в ближайшие месяцы. Его полюбят миллионы россиян и жители Земли. Плакат Чемпионата мира 2018 года будет рассказывать о величии футбола как игры и величии России как страны, которые в паре будут удивлять мир и творить чудеса. При создании данного видео были использованы интернет-материалы с различных сайтов. Выражаю всем огромную признательность за содействие в создании, продвижениях и помощи в моей работе. Книги творят чудеса. Я не прощаюсь. Удачи и мира всем! Субтитры создавал DimaTorzok